Командир ТикТок войск и верный соратник Кадырова Абтия Лаудинов, знаменитый своими регулярными отчетами о мнимых успехах в Курской области, внезапно стал главным комментатором украинского вторжения. Подробнее о том, кто такой Лаудинов и как он стал командиром Ахмата, в материале моего коллеги Тенгиза Адамия. Это Абтия Лаудинов. СМИ называют его чуть ли не самым вероятным преемником Кадырова. А своей суперспособностью выдавать желаемое за действительное он затмил даже таких мастеров иллюзий, как официальный спикер Минобороны Игорь Коношенков. Бравый Ахмат во главе с Лаудиновым, прославившийся как ТикТок батальон, получил почетное задание охранять госграницу. Но вот незадача. После ее прорыва Лаудинову пришлось оправдываться перед Дзетпубликой за провал. А Лаудинов же, ничтоже сумняшися, заявил, что его бойцы попросту разминулись в СУ. Противник, получается, вначале прошел между нашими опорными пунктами российскими, потому что дистанции были просто огромные. Пока так называемые военкоры паниковали из-за захвата СУДЖИ, Алаудинов сохранял завидное спокойствие и невозмутимость, уверяя, что ситуация под полным контролем. У противника, как ни старайся, все равно не хватит сил. Друзья, реально никакого необратимого процесса нету, ничего сверхъестественного, опять же повторяюсь, не произошло. Но о потере Алаудинов упорно отрицал. Когда же появилось видео, подтверждающее сдачу спецназовцев в плен, Алаудинов твердо стоял на своем. Противник делает очень много вбросов, воздающихся в плен бойцов подразделений спецназа «Ахмад», бойцов «Аида». Короче говоря, много всего. Но самое интересное, это то, что ни один наш боец в плен не сдавался. На следующий день он все же признал очевидное. Пятеро бойцов Ахмад Чечня в плену. Но и тут Алаудинов мастерски выкрутился. Мол, пленные не его подопечные. В разгар боев за суджу Алаудинов раз за разом заявлял, что вот-вот заблокирует ВСУ под Курском. Сомнения в этом закрались даже у самых горячих Z-патриотов. В телеграм-канале «Операция Z» выложили кадры, как по судже разъезжают, цитата, «натовские журналисты» и делают съемки. А под видео резонный вопрос. Интересно, что скажет Алаудинов? Генерал же в ответ обрушился с резкой критикой. У тебя спрашивалка не выросла, чтобы у меня что-то спрашивать. У тебя не выросла, спрашивайка. И не такой петух, как ты должен, у меня что-то спрашивать. И как по волшебству, пост с этим видео так же таинственно исчез, как и сами ахматовцы из зоны боевых действий. Впрочем, позже Алаудинов вместо удаленного поста написал такое. Изменено. Недостойный пиндосы внимания на канале Патриотов России. Пока бравые воины, одним из них оказался Кадыровец, совершали военные подвиги в салоне сотовой связи, Алаудинов предпочел остаться в тени, никак не прокомментировав ограбление. Зато в очередной раз блеснул остроумным заявлением. Если ваши дети, 18-летние, уже находящиеся в Министерстве обороны, они являются служащими, не должны защищать своего отечества даже тогда, когда на него напал противник. И когда он находится на нашей территории, у меня вообще встает к вам один вопрос. А зачем вы и ваши дети нужны этой стране? Это обращение Алаудинова к родителям срочников. Он пообещал, что их погибшие дети попадут в рай. А что может быть лучше для человека, чем рай на пути всевышнего? Ничего. Алаудинов – уроженец Ставрополья. Его отец и брат – участники Первой Чеченской. Оба погибли в бою против сторонников независимости Ичкерии. Сам Апти был на стороне федералов во время Второй Чеченской. Тогда он работал в силовых ведомствах и последовательно выступал против амнистии боевиков. В 2006-м, презрев былые распри с Кадыровым-младшим, Апти стал частью его команды. В ее-то составе, как выяснила Новая Европа, он и приобщился к организации серии заказных убийств политических оппонентов Кадырова. Тем и упрочил свой альянс с главой республики. Заручившись расположением Рамзана, Алаудинов уже в 2011-м стал замом министра МВД Чечни и заодно самым молодым генералом полиции в России. С тех пор его имя неоднократно всплывало в жалобах чеченцев на незаконные задержания, подброс наркотиков, пытки, внесудебные казни. Всем ни о чем не беспокоиться, мы победим однозначно. Ахмад, сила, Россия, мощь, Бог един, Аллаху, Акбат. Понравилось видео? Тогда свою благодарность команде Ходорковский лайф вы можете выразить лайком. Так вы помогаете нам распространять ролики и трансляции. И обязательно подпишитесь на Ходорковский лайф. Если почему-то до сих пор этого не сделали. И скоро увидимся.